Сергей боец хороший, но актер из него не очень хороший. Мы тоже можем сказать, что Александр неплохой боец, но иногда его рассуждения переходят некоторые границы. Друзья, всем привет, меня зовут Ярослав Степанов, и вы уже наверняка не раз обсудили странности в последнем поединке Сергея Харитонова. В первую очередь нокдаун после удара в локоть, натуральность которого под сомнение ставили не только фанаты ММА, но и, например, Александр Шлеменко. Смотрелось действительно странновато, но давайте послушаем, как все происходящее выглядело из угла Сергея. Для этого говорим с Юрием Фофановым, одним из менеджеров и тренеров Харитонова и команды. Возможно, вы откроете для себя что-то новое в этой истории. Момент в третьем раунде, который вызвал наибольшее количество вопросов. Нокдаун после попадания в локоть. Как вы себе это объясняете? Во-первых, хочу сразу сказать, что слышал много разных разговоров насчет того, что попадание было, что было картинное падение и так далее. Но этот эпизод произошел прямо возле нашего угла, где находились мы. И надо сказать, что когда Сергей упал, сердце ёгнуло на самом деле, потому что было видно, в такой степени ему было тяжело. Это событие произошло уже в конце раунда. Он очень тяжело шел в свой угол. И когда он садился, когда мы начали с ним работать, разговаривать, было видно, как ему тяжело. У него было сбито дыхание. Он так немножко морщился, но терпел. Надо сразу сказать, что вообще мы очень часто на тренировках, на спаррингах, на сборах работаем в парах. И много раз Сергея бывало так, что он пропускал именно через локоть и сам пробивал через локоть. То есть это явление нередкое, вообще нередкое. Потому что когда рука не сконцентрирована, когда она не сосредоточена, так сказать, не напряжена, то локоть, он болтается сам по себе. И в этот момент вот именно сам локоток, вот он, да, он как бы, он у него срикошетил именно в печень. Это получается еще больнее, потому что он острый локоть. Поэтому получилось так, как получилось. Но вообще могу сказать, что смысла падать Сергею, картина падать, вообще не было никакого. Ну что бы он этим мог показать? Что он не может продолжать бой или что? Вот мне этого непонятно. Он пришел в угол, он встал после счета. То есть он показал, что он будет драться дальше. А в углу, конечно, мы уже его приводили в чувство, приводили его в форму, готовили его, гнали его вперед, чтобы он собрался и продолжал бой. Ну вот вы, да, сказали про момент падения. Он получился такой чуть как будто бы с отсрочкой, что ли. Потому что, ну, было попадание, и потом как-то вот резко подкосились ноги. Да, обычно мы видим просто при ударах в печень, когда человек там может на колено, например, встать на дно. То есть, да, ну, что пропустилось, сбилось дыхание. Может быть, что это вызвало, да, вопрос? Ну, возможно, да. Возможно, да. Да, но, знаете, бывает очень часто так в боях, что бывает такой замедленный эффект. То есть удар произошел, а как бы осознание того, что произошел удар, да, как бы реакция в ноги пришла чуть-чуть позже. Возможно, здесь имело место именно вот такое. Но я думаю, что, да даже не думаю, а уверен, потому что мы же все были в этом углу. Мы все пытались сразу же его, ну, по крайней мере, нам, угловым там своим, тренерам, менеджерам, он бы не стал говорить там то, чего нет, да. Как бы мы же видим его. Мы не первый день с ним знакомы, мы не первый день с ним работаем, не на первом бою мы с ним работаем. Поэтому за ним никогда такого не было, чтобы вот он, картина где-то падал. Знаете, я могу даже рассказать такие моменты, вот когда мы тренируемся, допустим, мы уезжаем в горы на сборы, да, в Прельгрусе. И вот во время, допустим, подготовки к поединку с Метаметрионом, во время спарринга у Сергея был сломан нос. Ему сломали нос именно буквально, по-моему, за 2-1,5 недели до боя. И об этом как бы никто ничего не узнал. Он мужественно просто сел на лавку. Мы привезли шлемы для Кудо, чтобы следующий спарринг он все равно проводил, но уже в шлеме. В таком состоянии он все равно готовился, он шел вперед. Поэтому показывать что-то на публику, что ему больно, еще просто так вот не будет. Это не тот человек. Вот получилось так, что вопросы как бы по нокдауну, они возникли не только у фанатов единоборств, но также под сомнение, например, его поставил Александр Шлеменко. Ну, очевидно, человек, которого там не назовешь сторонним наблюдателем. А как думаете, вот почему это объяснение, да, что вот рикошет от локтя в печень, он не убедил профессионалов даже? Ну, во-первых, наверное, просто потому, что Александр не выступал по правилам бокса. Возможно, он не получал через локоть в печень. Поэтому, возможно, он этого не знает. Хотя, может, и знает. Мы тоже можем сказать, что Александр неплохой боец, но иногда его рассуждения, скажем так, переходят некоторые границы. Давайте все-таки остановимся на том, что это всего лишь только его мнение. Вот и все. А мы были в углу, мы это все видели. Причем это видели не только мы, это видели все зрители, которые находились в зале, да, которые поддерживали Сергея. Сзади нас очень приятно поддерживали. Ребята у нас кричали. Все все видели. Вот могу еще рассказать момент, что Сергей, когда давал после боя интервью, он уже немного покачивался. Вот я лично его сопровождал в номер. Было видно, насколько ему тяжело. Он шел, можно так сказать, опираясь даже, да, на меня. Мы шли тихонечко. И был такой момент, что после боя в раздевалку к Сергею захотел зайти Малик Скотт. Мне позвонили и сказали, что мы сейчас подойдем. И Сергей изначально говорил, я себя плохо чувствую, что вроде, может, не надо. Но потом все-таки, да, решили все-таки встретиться после боя. Вот Малик зашел, Сергей там снял перчатки свои, как бы, да, и то, можно так сказать. Ну, очень тяжело ему было, да. Ну, все-таки пообщались, фотографировались, пожелали друг друга удачи. Ну, то есть, и потом в конце, когда Сергей уже там принял душ, когда переоделся, все, спускался, допустим, он был бледнее. Ну, бледный он был, да, то есть не такой, как обычно. Было видно, что ему действительно тяжело. Этот бой ему дался очень тяжело. От себя могу добавить, что никакого смысла картинно падать ему не было. Еще раз повторюсь, что бы он этим мог показать. То, что он пропускает удары, я думаю, это не... В его интересах показывать, что вот он пропускает и падает. Сергей уже не в том возрасте, чтобы там ему картинно падать, ему это не нужно. Ему сейчас уже исполняется 42 года, да, то есть он, можно так сказать, на завершающем этапе своей карьеры. Ему сейчас нужно, наоборот, набирать очки. Хотя по своим последним выступлениям Сергей и так, мне кажется, занимает высокое место в рейтинге тяжеловесов. Поскольку он выступает не только по смешанным единоборствам, а также и по боксу, по кикбоксингу. Я правильно понимаю, что эта ситуация, вот эти все разговоры после боя, они как-то вот особенным образом задели? Ну и Сергея, и команду в целом, ну как-то вот... Потому что я раньше не слышал такой вот реакции на такие неоднозначные эпизоды, а сейчас это как-то немножко болезненно воспринимает. Ну, я бы не сказал, что Сергей это очень задело, потому что, ну, помните ситуацию, да, с первым поединком, допустим, с Мэттом Метрионом, когда он пропустил удар в пар, тоже сколько грязи на него лили, да. То есть, можно так сказать, нам не привыкать, нам не привыкать читать вот это все, да. Конечно, это неприятно, но у каждого свое мнение. Как вот сам Сергей сказал, те, кто пишут, ну пусть они сами выйдут и побоксируют, с Маликом Скоттом, с тем же, с человеком, который, не знаю, прыгал только топом в боксе профессиональном, да. То есть, несмотря на то, что он не боксировал 6 лет, он каждый день находится в зале, он тренирует Денте и Уайдера, это уже о чем-то говорит. Вот все, что я могу сказать. А по поводу команды, ну, конечно, нам это неприятно, да. Сергей может как-то особо реагировать, да и мы так уже, можно сказать, ну, скептически относимся к этому, да. Ну, конечно, неприятно, потому что все-таки мы работаем, мы готовимся, мы тренируемся, да, и после этого люди говорят такие вещи. Конечно, не очень приятно. Сложилось ощущение, да, что просто, ну, есть такая реакция, потому что, ну, как сказать, вот если бы это просто люди говорили, да, ну, сторонние наблюдатели, опять же, да, это можно было еще как-то объяснить, там, может, каким-то отношением предвзятым и все остальное. Ну, вот когда говорят, там, профессионал, ну, типа Александра Шлеменко, то к этому уже, ну, тяжело не прислушиваться, так скажем. Ну, еще раз скажу насчет Александра Шлеменко. Бесспорно, Александр замечательный тоже, легендарный спортсмен наш, да, то есть к нему отношусь с глубоким уважением. Просто все дело в том, что, ну, Александра не было в тот момент в этом углу, да. И то, вот, я так считаю, что, ну, вряд ли Александр, там, после этого боя начал всем звонить и говорить, где-то писать. Ему задали вопрос, он ответил, то есть он сказал то, что он думает, скорее всего, да. Потому что, ну, на самом деле, в последнее время даже, да, ну, вот на РНТВ, ну, проводятся бои, такие, можно сказать, спорные бои. Это, вот, допустим, взять недавние поединки, да, там, Макс Топор, там, с тренером, да, там, что-то вот такое, да. Да, это повлияло немножко, ну, так сказать, что репутация какая-то есть такая, ну, так сказать, в умах людей, да, уже отложилось, что РНТВ это РНТВ, это уже, как бы, имя такое нарицательное, да. Поэтому, как бы, все, что не происходит, все сразу говорят, ага, это РНТВ, это хренов и так далее, что все можно списать на это. Ну, нет, вот последний турнир, вот, который проходил, да, все бои были, можно так сказать, конкурентные, да, то есть не было такого ничего. Если не считать того, что Фарид, Фара, там, что у него, там, связку порвал на ноге, да, то есть там практически не было досрочных побед, да, то есть все бои прошли, как бы, да, ровно, то есть кость в кость. То есть даже взять, вот, первый поединок, который завершился в ничью, ребята бились, я не знаю, там, то есть молодцы. И вот именно, что мы разговаривали с Владимиром Хрюновым, вот он, наоборот, сказал, что вот этот прошедший турнир, да, который крайний, это один из лучших турниров, его счету, который он делал, и по накалу, и вообще по всему. Поэтому этот эпизод с локтем, да, ну, я понимаю, почему Александр Емельяненко, ну, об этом говорит, да, то есть, ну, это понятно, что там есть конфликт интересов, старый уже, да, застарелый. Ну, а что Александр Шлеменко, я еще раз говорю, что я не думаю, что после боя Александр Шлеменко сразу начал всем звонить, писать и говорить, что вот так Хритонов там сыграл роль. Нет, ему Саша Лютиков задал вопрос, он на него ответил в свойственной ему манере, вот и все. Мы знаем прекрасно, что Александр любит, так сказать, быть аналитиком всех событий, ну, скорее всего, ему задают вопросы, да, то есть, не сам он там берет, анализирует, он отвечает так, как он-то видит. Но, тем не менее, мы к нему относимся с уважением, то есть, у каждого человека свое мнение, да, но еще раз хочу сказать, что мы были в углу, это произошло прямо перед нашими глазами, у нашего угла. Никакой игры там не было и не могло быть. Сергей не тот человек, который будет падать просто так. Видео для вас подготовил Ярослав Степанов, а еще больше моих роликов можно найти на канале Спорт24. Рекомендую подписаться везде, чтобы точно ничего не пропустить. Всем счастливо!